Здравствуйте, друзья! С вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать вам великолепный бой на тяжелом британском танке 10 уровня FV215B. Ник у игрока No, ник NoSkill и отправляется он на правый фланг. Тут наносит урон ЛТшки, но стабилизация у этого танка просто восхитительная, поэтому в движении можно раздавать только так. Объект 268 слишком рьяно полез вперед, в итоге отхватил тут от барабанщика и нелепо слился. И наш герой остается тут против двух противников, правда именно на помощь еще едет Конквер. ИС-7 отстрелялся, наш герой сразу же этим пользуется и наносит урон Семерке. Хоть чем-то полезен этот объект 268, он своим трупом сделал неплохое укрытие FV-шки и она за счет него может танковать, прятать свой корпус. Получается нанести урон Хевику, сразу же игрок прячется, противники отстреливаются союзника. Игрок сбивает без урона Хевику Гуслю. Скорее всего барабанщик уже на перезарядке и это означает нужно его как можно быстрее разбирать, пока есть такая возможность. Хевик откатывается назад, он не стреляет, не целится, значит у него действительно нету снарядов. ИФВ отлично этим пользуется, реализует свой ДПМ, разбирает противника. ИС-7 пока отвлекся на союзника, видимо хочет его добрать тоже, но получается в общем-то уничтожить Хеви и это очень даже хорошо. Далее Ноу Ник, Ноу Скилл начинает клинчеваться с противником, естественно для того, чтобы танковать башни. И Семерка, видно, пытается по-прежнему разобрать именно союзника. Ну и в принципе нашему герою от этого только хорошо, потому как ХП он пока что не терял, но только сейчас Семерка все-таки отстреливается по нашему герою. Далее игрок пробивает Семерку в борт и союзник добирает ее, что получилось очень даже хорошо. Получается нанести урон Т-10 и также наверху еще Е-100. Т-10 отворачивается и получается пробить его в борт башни. Тут заходит сзади светляк АМХ-13-90, союзник его аннигилирует. Ну и также там еще Е-100. И Ноу Скилл, в общем-то, на него отвлекается, пробивает Сотова. Противник пока что, возможно, на перезарядке. И игрок стреляет ему в щеку башни и уничтожает его. Но, к сожалению, Конкуерра забирает Т-10. И пока он был на перезарядке, наш британец его уничтожает. Нет времени отдыхать, нужно действовать. И ФВ-215Б забирается наверх. Решает он пойти дальше в атаку, в одиночку. Ну и также там еще светляк Т-49 подсвечивает базу и засвечивается. АМХ-50-120 светляк сливается. Но наш герой теперь знает, что француз впереди. Начинает туда сводиться. Ну, в принципе, светение тут совсем быстрое и долго ждать не пришлось. Получается нанести урон АМХу. Противник пытается куда-то уехать. Понятно, уже сюда сводится арта. И ноу-скилл уничтожает француза. К счастью, вражеская арта промазала. Хотя это было совсем рядом. Решает игрок не ехать вперед. Он предпочел вернуться назад и помочь там союзникам. Как раз тут два вражеских танка впереди светятся. И можно сейчас зайти им в тыл и пострелять им в борта. Ну и в корму. Игрок забирает 121-го. Выезжает на Е-75. Ну и, конечно, тут открывается потрясающая картина. Можно дамажить противника прямо в уязвимое место. В корму. И получается туда его пробить. Правда, не с первой попытки. Ну и далее союзник добирает Е-75. Игрок немного тут подождал за горой, чтобы арта не попала. Ну и поехал в атаку. Вот это мне очень нравится. Когда нету никакого стоялого. Игрок едет и крушит все на своем пути. И засвечивается ТИП-61. Удается его продамажить. Противник снова выезжает. Наш герой просто поворачивает башню и уничтожает его. К сожалению, попадает арта бачат. Это еще, так сказать, не самое страшное, что могло тут случиться. В принципе, если бы какой-нибудь Т-92 зарядил бы в борт, то это было бы совсем печально. ТИП-61 жалуется на то, что, типа, британец стреляет с вертухана. Хотя, как ему стрелять? Да и вертуханом это, в принципе, не назовешь. Потому что у него идеальная стабилизация почти, что там не нужно сводиться. Стреляешь себе на ходу и нормально попадаешь. Так что все в порядке, все нормально. Где-то тут был Центрион, Экшн-Х, новый Супертанк. И игрок начинает его искать. Но, оказывается, вражеская СТ-шка уже давно-давно отсюда уехала. И No Nick, No Skill решает подсветить. Тут вдруг бачат переехал. Может быть, он тут засветится. Но, к сожалению, его тут нет. И решает игрок вернуться на базу. В принципе, это самый очевидный вариант, который тут был. Потому как, если сейчас поехать вперед, то противник может встать на захват. И все будет совсем печально. И вот засвечивается бачат, оказывается. Он там был где-то в ямке. И поэтому не светился игрок. Игрок понимает, что долго тут стоять нет смысла. Так как Т-92 уже, наверное, медленно, но верно сводится сюда. И лучше уж возвращаться как можно быстрее на базу. Времени на раздумья тут совершенно нет. И где-то тут должен быть британский средний танк. Центрион. И игрок решает забраться на балкончик. Подсветить отсюда. Может быть, удастся обнаружить противника, если он где-то рядом. Хотя это немножечко рискованно вот так вот высовываться. Но противника отсюда не видно. И игрок возвращается назад. Где-то сейчас Центрион должен пойти в атаку. Игрок выкатывается. И тут появляется Центрион. Он выезжает и заходит в борт нашему герою. И пробивает кумулятивными снарядами нашего героя. Очень рад, наверное, что Центриону дали кумулятивы. Поэтому в борта им просто замечательно стрелять. Еще один выстрел от Центриона. Противник заходит в корму. И у него сейчас будет возможность выстрелить. Но противник как-то неловко встает. Игрок сбивает его гуслю. Тот не может стрелять. Потому что орудие у него смотрит вверх. И игрок его уничтожает. Какой же фейл нелепый. Как же Центрион ошибся. И повезло. Тут еще и арта промазал. Если бы не фейл Центриона. Если бы он просто стал бы нормально прицеливаться. То все было бы по-другому. Игрок тут засвечивает бачата. Наносит ему урон. Прячется за рельефом местности. Противник мажет. И получается его добрать. К счастью Т-92 как-то не особо точно тут стреляет. И удалось избежать смерти. Хотя казалось бы ситуация была безвыходная. Но несмотря на это игрок не отчаивался. Тащил до последнего. И уже в принципе показал отличный бой. Но еще будет лучше. Если он сможет уничтожить артиллерию. Правда времени для того чтобы ее найти. И забрать не так уж и много. Уже меньше двух минут. И нужно действовать. Нужно ехать на базу. Надеюсь она там. По крайней мере игрок наверняка в этот момент нервничал. Потому как очень неприятно будет слить бой. Если арты там нет. Захватить уже времени нету. И вся надежда на то что арта в общем-то использовала свою стандартную тактику. Занял кусты на весь бой. И не двинулся с них с места. Арты пока не видны. Игрок едет вперед не останавливаясь. И вот засвечивается Т-92. Он вообще смотрит в другую сторону. Он не АФК. Он двигается. Поворачивается. И начинает сводиться. Но игрок первый стреляет. И уничтожает врага. И побеждает в этом бою. Медаль Фадина. Медаль Редед Уолтер. Со основной калибр. Боин. Медальки в этом бою. 10246 урона. Игрок нанес. И 9 танков он уничтожил. 800 урона вытанковал в этом бою. 2374 опыта получил. Спасибо, друзья, за просмотр. Не забывайте ставить лайки. Ну и подписывайтесь на канал. Желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч. Пока.